Библейский портал экзегет.ру представляет Иосиф был любимчиком, надменным мальчиком юным. И братья его продали в рабство просто из зависти и злобы по отношению к нему. И вот они не знают, что Иосиф царедворец в Египте, с которым они разговаривают. Иосиф вызывает Вениамина, единственного младшего брата, который не участвовал в той продаже, и делает его любимчиком. Благословляет его, кормит его особенно на перу, который он для братьев делает. Делает все, чтобы они тоже могли ему позавидовать, чтобы они имели все шансы его невзлюбить. Как они себя поведут по отношению к нему. И дальше он их проводит через довольно серьезные испытания. Иосиф сказал своему управляющему, наполни их мешки зерном, сколько смогут увезти. Ну, соответственно, зачем они приехали? И каждому в мешок сверху положи обратно его серебро, то есть плата. Деньги тогда были не в виде монеты, а в виде просто серебра по весу. А в мешок младшего вместе с серебром положи еще и мою серебряную чашу. Управляющий сделал, как приказал Иосиф. Едва раз свело, гостей отпустили домой вместе с их ослами. Братья вышли из города, но не успели еще далеко уйти, как Иосиф сказал управляющему. Скорей догони их. А догонишь, скажи, зачем вы отплатили злом за добро? Зачем украли у меня серебряную чашу? Ведь господин мой пьет из этой чаши и гадает по ней. Худое дело вы сделали. Он подстроил воровство, они не собирались воровать, а он его подстроил. Зачем? Сейчас увидим. Управляющий догнал их и сказал, что было велено. Братья ответили. Зачем ты, господин наш, говоришь такое? Не могли мы, рабы твои, такого сделать? Ведь даже серебро, которое оказалось у нас в мешках, мы привезли тебе обратно из Ханаана. Так неужели бы мы стали красть у твоего господина серебро или золото? Да если у кого из нас найдется украденное, пусть его казнят, а мы все останемся у господина нашего в рабах. Пусть будет, как вы сказали, ответил управляющий, но рабом станет лишь тот, у кого найдется украденное, остальные с миром пойдут домой. Ну, вроде справедливо, да? Если не учитывать, что вообще все подстроено. Братья поспешно опустили свои мешки на землю и развязали их. Управляющий обыскал всех по порядку. От старшего к младшему, как оно и происходит, да, обычно, и чаша нашлась у Вениамина. Братья разорвали свои одежды в знак скорби, вновь навьючили ослов и вернулись в город. Смотрите, они могли бы сказать, а, забирай Вениамина, а мы пошли, ты же нам так и сказал. Нет. Начинается их деятельное покаяние, то есть изменение поведения, с того, что они идут вместе с Вениамином на встречу опасности. Прекрасно понимают, что их могут казнить, арестовать, там, все что угодно. Иосиф был дома, когда пришли Иуда и братья. Иуда и братья. Иуда берет на себя роль старшего, да, Рувим, который формально старший, но как-то он здесь спасавал. А вот Иуда, он дал же обещание своему отцу, что вот он отвечает за возвращение Вениамина. Они пари перед ним ниться, а Иосиф сказал им, как мы могли это сделать? Неужели они знаете, что такие люди, какие искусны в гадании? Что можем мы сказать господину нашего, промолвил Иуда? Что возразить, чем оправдаться? Бог обличает нашу вину. Смотрите, Иуда признается в том, чего он не делал. Бог обличает нашу вину. Какая же это вина, когда они не крали чаще? Он берет на себя вину за то, чего он не делал? Или он вспоминает о том, что он сделал по отношению к Иосифу когда-то вместе с другими, и говорит, мы виновны. Пусть не в том, в чем нас обвиняют, но вообще мы виновны. То, что с нами сделают, это будет нам по заслугам. Пусть не за то, за что официально сделают, но все равно по заслугам. Вот еще один шаг покаяния. То есть человек признает, что плохое, что с ним может произойти, им вполне заслужено. Даже там, где формально нет. Бог обличает нашу вину. Отныне мы рабы господина нашего, и тот, у кого нашлась чаша, и все остальные. Зачем? Он только одного требует. Они говорят, мы все. Что за нелепость? А потому, что они солидарны. Потому, что они не хотят, по крайней мере, Иуда. Не знаю, как остальные, но они молчат. По крайней мере, Иуда не хочет свободы для себя, если Вениамин, которого он обещал вернуть, не свободен. Нет, сказал Иосиф, не сделаю я такого. У кого нашлась чаша, тот и станет моим рабом, а вы с миром возвратитесь к отцу. Тогда Иуда сказал, подойдя к Иосифу, Иосиф настаивает, да? Иуда сказал, подойдя к Иосифу, господин мой, разреши мне работу ему говорить с тобой. Не гневайся, господин мой, на раба своего, ведь ты что фараон? Ты, господин мой, спрашивал нас, рабов своих, есть ли у нас отец, есть ли у нас еще братья? Мы отвечали тебе, господину нашему, что отец жив, но уже стар, и что есть у него еще младший сын. Это дитя его старости. Он один остался в живых из детей своей матери. Его брат умер, отец любит его. И ты велел нам, рабам своим, привезти к тебе нашего младшего брата. Мы сказали тебе, господину нашему, что нельзя ему покидать отца, отец не переживет разлуки. Но ты сказал нам, рабам своим, чтобы без младшего брата мы больше и на глаза тебе не показывались. Когда мы вернулись домой к нашему отцу, работая ему, мы передали ему твои слова, господин мой. Он подробно все пересказывает, очень честно, да? А когда отец снова велел нам привезти немного зерна, мы отвечали, что без младшего брата не пойдем, что без него нам нельзя тебе и на глаза показываться. И наш отец, раб твой, сказал нам так. Сами знаете, двух сыновей родила мне жена. Смотрите, он один из десяти других сыновей. Но он, говорит, для отца, на самом деле, вот, любимая жена и любимые дети эти. И он честно об этом говорит другому человеку. Один пропал, его растрезали звери, подумал я. Подумал я, да, то есть он не рассказывает все правды, но, по крайней мере, уточняет, не врет с точки зрения Иакова, растерзан зверями Иосифа. Он не говорит, что на самом деле так было. Не врет. С тех пор я его не видел, теперь вы и второго забираете. А если и с ним случится беда? По вашей вине я, седой старик, от горя сойду в Шиол. Ну, то есть погибну, умру. Так разве могу, я спросил Иуда, вернуться домой к отцу, работая ему без сына, к которому он так привязан. Отец увидит, что его с нами нет, и умрет. И наш отец, раптовый, седой старик, по нашей вине от скорби сойдет в Шиол. А думал ли он об этом, когда он рассказывал отцу, что Иосиф погиб, что его растерзали звери? Конечно, не думал. То есть, смотрите, казалось бы, прошло много лет, Иаков состарился еще больше, и, в общем-то, его жизнь подходит к концу, что так, что эдак. Но Иуда, в отличие от прежних времен, честен. Иуда, в отличие от прежних времен, берет на себя ответственность. Иуда, в отличие от прежних времен, думает о чувствах других людей. Что такое покаяние? Сказать, ну, извините, так получилось, я больше не буду. Это значит изменить себя, это значит изменить свой образ действия. Иуда изменил. И венец всего. Если не приведу его домой, то до конца дней буду виновен перед отцом. Так пусть же я раб твой здесь и останусь вместо него. А он пусть возвращается с братьями. Не могу я вернуться домой без него и видеть горе отца. То есть, Иуда, который совершенно точно знает, что он не виновен, готов нести наказание за Вениамина. Он, кстати, не знает, виновен ли Вениамин. Ну, мало ли, может, Вениамин украл эту чашу. Не сказал, украл. Да, может, подстроили, как на самом деле и было. Неважно. Вот неважно, мы бы тут, наверное, вопили и кричали. Нет, нет, мы не крали, мы не знаем, как это получилось. Иуда знает только одно. Он обещал отцу, и он не выполняет своего обещания. Он не вернется без Вениамина. Он предлагает себя, чтобы Вениамин мог вернуться. Он сделал совсем другой выбор, чем он сделал когда-то, когда продавал Иосифа. Иосиф ответит на это покаяние. Вот теперь покаяние состоялось. Продолжение следует... Продолжение следует...